всем привет с вами ванок и вновь у нас mount и blade 2 баналорд успели мы уже обстанковать и дату релиза игры даже про ценник поговорили про всякие нюансы связаны с его выходом общались свое время ну в общем на самом деле к баналорду мы готовы полностью может практически все знаем что нас ждет даже вот уже я вам сообщал о том что не стоит вам ожидать и локализации русскоязычные на первое время потом разработчики и обещали уже подтянуть и казалось бы вообще не чем уже говорить ничего вам рассказывать еще ну я уже не сообщу но нет все-таки появляется информация появляются интересные детали которые стоит обсудить и как это уже у нас несколько последних моих измышлений заведено информация это по большей части носят характер полуофициально то есть который у нас в дневниках разработки не публикуются но который так или иначе исходит от самих разработчиков и которые разработчики нам пытаются преподнести тем самым хоть как-то радуя сообщество и хоть как-то скрашивать не до релиза хотя конечно говорить данном случае слова релиз не совсем правильными как тоже даже поправляли ранний доступ это не релиз но в принципе будем считать до раннего доступа тире релиза и так что ж такого интересного случилось а случился стресс-тест второй по счету который провели разработчики и я уже даже не буду считать когда был первый но реально по моему счет идет на месяца так вот второй стресс-тест он был все-таки наверное более осмысленно более собранным хотя здесь конечно не обошлось без проблем и разработчики поначалу в принципе не могли запустить сервера так чтобы они не падали то есть игроки пытались о них ломиться и сервера сразу рухали никто не мог зайти потом разработчики вроде как все примерно до настроили довольно оперативно кстати говоря в отличие от первого стресс-теста потому что по-моему первой заработчики перенесли в итоге на день дальше или там уже даже не на день потому что у них когда тот день который они намечали вообще ничего не получалось вообще ничего не работало они плюнули и пошли по домам вот в этот раз все заработало хоть и не сразу и хоть и были какие-то там косяки выкидывала из игры ну в плане что логин у тебя слетал и но в целом поиграть можно было и можно было посмотреть как же там обстоят дела на северах на которой вплоть до 200 человек могу зайти и скажу вам что если все-таки вам удавалось зайти то работало все это гораздо более стабильнее и сми гораздо меньшими багами чем раньше то есть если в первый стресс-тест когда уже больше 100 человек стал уже начинало все подлагивать уже начали фризы появляться сейчас же в принципе да были какие-то определенные подлаги были какие-то пленные моменты связаны с тем что есть какой-то input и большое input lag смысле то есть когда ты на кнопочку мыши нажал в одно время а удар по персонажа совершил другое но там задержка была не такая существенная даже в принципе я бы сказал что где-то наверное на верхнем уровне когда уже теряется комфортность игры начинается уже страдание но тут где-то так наверное то есть на верхнем уровне более-менее комфортного и соответственно в принципе стресс-тест был в этом плане показатели того что разработчики все-таки оптимизировали сетевой код оптимизировали клиентской серверную части сделали поддержку же большого количества людей на сервере и в принципе наверное если они еще чуть там дата полируют то можно будет устраивать сильно большие масштабные сражения по камере чтобы было до 200 человек присутствовало на северах и а больше наверное уже будет переборчик и в плане людей в плане них нюансов потому что даже когда 200 человек уже пришло на картах которые разработчики нам показывали а были то есть те же старые карты то есть в данном случае никакую новую карту специально для этого не рисовали то смотрелось довольно все тесновато и даже я сказал субурно то есть довольно сложно было нормальность как себя проявить потому что кругом скакали ссадники тебе каждый встречный нравился проткнуть копьем своим много очень каких-то вот этих всяких моментов связано чисто с тем что не заточен баланс не заточен вообще механика карт даже на реках не механика а расположение дизайн карты архитектуру карт на такое большое количество людей и поэтому в этом плане конечно если уж и стоит в будущем делать какие-то большие сервера то наверно стоит делать либо кастомные какие-то карты которые моноделы нарисуют и которые будет оптимизирована для большого количества людей ну либо хотя бы сказать что-то более подходящее в плане рассчитанности на количество людей ну и это еще даже не все вот я поиграл где-то на полчаса может чуть больше в стресс-тест и сбежал то что мне показалось что больше ничего особенного не будет а оказалось что заботчики потом уже включили в рамках стресс-теста штурмы а вот это уже даже интереснее я сожалению как вам сказал это застать не смог сам видеовряд я не поснимал но благо есть автор которые это сделали большое кстати к это спасибо я использую их видеоряд в своем ролике ну и заодно смогу наглядно пояснить вообще что там происходило ну начнем мы с карты карта которая использовалась на стресс-тесте мы о ней знаем довольно давно 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 уже многие авторы показывали отдельные личности с помощью ее доработки даже тестили пытались там стрелять и всяких осадных машин но в принципе это все было довольно криво реализовано даже с доработками сейчас же заработчики эту карту вели до ума и немножечко ее подправили оттуда исчезли три бушета остались только катапульты что там еще не передать или по моему лестницы исчезли хотя тут могу ошибаться ну карта стала меньше в плане функционала но зато более стабильная ничего там не лагает ничего не приводит к вылету и игроки сами могли уже пострадаться побегать довольно интересное на самом деле зрелище и с учетом то что штурм у нас до этого никак в игре представлен не был то есть карта была а режима не было то в принципе народу понравилось внесло хоть какое-то разнообразие и возможно стоит делать вывод о том что уже со старта раннего доступа штурма будет уже в виде доступного режима представлены то есть их можно будет самостоятельно запустить поиграть можно все таки как ни крути многие фанаты уже говорят о том что контент как-то маловато в текущей версии за бт и начинает этот контент надоедать кому-то уже надоел кто-то к этому приближается но смысл в том что все таки надо наверно вводить и больше различных карт больше различных режимов разработчикам чтобы мультиплеер был действительно интересен потому что все таки ну не тот это уровень игры которые цепляет сам по себе в долгосрочной перспективе без всяких выливаний и принципе вообще таких игр которые вот без таких вот выливаний которые присутствуют изначально контента ля карта какой-то эпикс легендс и которые при этом долго не дает их вообще мало и сами эти эпикс легендс уже на самом деле многим надоели просто потому что там нету как раз вот этого разнообразия нету каких-то изменений но это я отошел немножко в сторону суть же заключается в том что на мой взгляд надо отдать разработчикам должное что они сидели сажа руки что все таки даже хоть и таким образом подготовили дополнительный режим я очень надеюсь опять же что будет включен со временем если вообще не с раннего доступа и что будет от возможности в том числе поучаствовать во штурмах лично для меня это будет наиболее интересный режим потому что я люблю именно такие насыщенные движуха насыщенные различными возможностями режима а не просто сражение друг против друга мне это мысль наведает я в принципе особенно не люблю фехтовать мультиплеер но об этом я уже говорил но и это еще не все карты разработчики вели да то есть доработали и сделали нормальный а между тем они не показали еще одна карта на тот же доработана и тоже насыщена различными действиями и там уже есть уже и три бушеты и башни осадные тараны в общем ну чё там есть хотя полна таран присутствовала и на первой карте но это не суть важно но за то что такая карта гораздо более насыщенная и при этом вы в нее кстати говоря и в первую можете поиграть сами как раз благодаря тому самому моду о котором я уже рассказывал моду на кастомное сражение который позволяет запустить любую карту запустить ее с ботами но при этом можно допустим ботов поставить по одному человеку с каждой стороны если убьете вражеского бота у вас биться не прекращается то есть вас не выкидывает в меню и это позволяет в принципе зайти опробовать стрельбу из баллисты стрельбу из три бушетов из катапульта возможность покатать есть просто в одиночку таран возможность башню осадную прикатить к стенам на нее запрыгнуть на стену перейти ну в общем на самом деле очень интересно получается режим плюс боты хоть и тупята в этом режиме если их поставить но они все равно сами пытаются садиться за все эти машины перестреливаются смотрится на самом деле довольно забавно пускай и глупенько немножечко пускай и как-то сумбурно но тем не менее боты умеют пользоваться такими вещами видимо это у них в и заложено еще из одиночных штурмов возможность стать за эти самые машины они этим успешно пользуются в принципе раньше эти пользуются но это все глючило эти все машины неправильно работали а сейчас все очень даже интересно плюс можно действительно спокойной свободной обстановке разобраться с механиками как наводиться как стрелять здесь есть нюансы и здесь есть много интересных вещей которые делают вот этот процесс штурма довольно интересного вплоть до то что ты можешь там какие-то зубчики вражеской крепости осцелить а можешь попасть в специальные зоны где там стена ослаблена и дырку прорубить но это конечно условность такая которая на самом деле конечно к реалистичности никакого отношения не имеет но чисто как элемент игропроцесса для сетевого режима наверное вполне себе подходит синге появилось что у нас дырки прививаться не будут синге у нас дырки будут делаться в рамках фазы осады на глобальной карте и на сцену вы уже будете заходить с дырками вот это опять же отвлекся в общем разработчики довольно интересную вещь показали эту вещь еще можно самому опробовать саму посидеть покопаться это в воде интереснее потому что все таки стресс-тест он прошел и пока что функционал этого режима заблокирован остался сервера отключили и режим отключили но есть такой обходной маневр так что рекомендую попробовать самим воспользоваться ну а с вами был vanox спасибо за просмотр видео не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии и всем удачи